Здравствуйте! Сейчас я хочу с вами поделиться сенсационным открытием, которое может изменить наше представление о старении, антиоксидантах, регенерации, очищении организма и активном долголетии. Наконец-то ученые смогли создать водную форму уникального вещества фуллерена, содержащегося в минерале шунгите, третьего на планете после графита и алмаза чистого углерода фуллеренол. В природном углеродном минерале шунгите были обнаружены природные фуллерены. В 1997 году Смолли, Керл и Крота получили Нобелевскую премию по химии за изучение молекул фуллеренов, то есть гидрокселированные фуллерены. Произвести их было чрезвычайно сложно, десятки лет ученые над этим работали. Но попробуйте из алмаза, условно, или из графита сделать водорастворимую форму. Так вот получилось. Он может нейтрализовать одной своей молекулой более 20 молекул свободных радикалов. Он показал в 100 раз больше эффективность, чем все другие известные антиоксиданты. Это же не просто антиоксидант, это биологически активные вещества, которые участвуют в сотне химических реакций в организме. Молекула любого антиоксиданта, эта штука одноразовая, сработала и ее нет. А молекулы фуллеренола нет, они многоразовы. Встретив свободные радикалы, она модифицируется, образуя с ним безвредное соединение, которое выводится из организма. А вот на нейтрализацию одного свободного радикала идет обычно одна молекула антиоксиданта, любого. А молекула фуллерена действует иначе. Фуллереновый шарик имеет свойство собирать на своей поверхности свободные радикалы, которые довольно прочно прилипают к нему и, встречаясь на его поверхности, рекомбинируют, соединяясь друг с другом. А фуллерен остается сам собой, не меняясь, не уничтожаясь. Пока только одна компания из США производит фуллеренол. Водорастворимый фуллерен, который мы имеем счастье теперь предложить всем вам. Это я пояснил вам совсем кратко, а вот теперь расскажу подробнее и гораздо интереснее. Да, а в конце этого видео я поделюсь с вами просто невероятной информацией, которая кардинально может изменить вашу жизнь к лучшему. Итак, начинаем. Вначале краткие сведения, затем историческая справка, после научные доказательства и тогда уже подробнее о свойствах фуллерена. Чтобы вы знали, в природе существует всего три формы чистого природного углерода. Это графит, алмаз и фуллерен с формулой C60. Фуллерены нашли в единственной на Земле породе шунгити, из карельского местечка Шунга, в этом самом, как его раньше называли, аспидном камне, о котором я скоро вам расскажу очень интересную историю. Выяснилось, вначале чисто интуитивно, практически, а в конце 20-го, начале 21-го века было научно доказано, что фуллерены обладают 12 уникальными свойствами, полезными для здоровья, главным из которых является уникальная антиоксидантная сила этого вещества. И только совсем недавно ученые смогли получить водную форму фуллерена фуллеренол. Попадая в любой живой организм, водорастворимый фуллерен с формулой C60OH24 заставляет избыточные свободные радикалы, в частности, агрессивные формы кислорода и продукты окисления биомолекул самоуничтожаться. Если вы не знали, свободные радикалы, это поврежденные атомы, которые уничтожают здоровые клетки, меняют генетическую информацию, программу, приводят к любому виду рака. А этот водный фуллерен фуллеренол показал примерно в 100 раз большую эффективность в плане уничтожения свободных радикалов, чем любые другие известные в настоящее время антиоксиданты, включая такие, как витамин С, Е, селен и прочие. А еще исследования, ссылки на которые я вам оставлю под этим видео непременно, показывают и доказывают, что водные комплексы фуллерена C60 поглощают патогенные штаммы микроорганизмов и их токсины при инфекционных заболеваниях, например, таких как острая дизентерия, сальмонеллез, вирусные гепатиты, брюшной тиф, лептоспироз, геморрагические лихорадки, орнитоз и прочие. А также удаляют из организма аллергены и вещества, вызывающие и усиливающие аллергенные реакции. И это только верхушка айсберга. Я советую вам посмотреть это наиважнейшее для здоровья видео целиком, без перерывов. Это важно и для здоровья, и для общего образования. А потом перешлите ссылку на это видео своим друзьям и близким. Ну а если вы захотите воспользоваться разработками американских ученых, вот этим препаратом фуллеренолом, то поскольку не все, к сожалению, досмотрят это видео до конца, как всегда бывает, а писать, спрашивать под видео будут точно, сразу наперед скажу, что приобрести данный препарат вы сможете, перейдя по ссылке под этим видео. Она будет дана в самом верху. Итак, обо всем по порядку. История применения фуллеренов в терапии различных заболеваний началась еще аж 4 века назад. То есть за 4 века до их открытия. Со времени первого официального упоминания использования шунгита, фуллерена, содержащей породы, получившей свое название от карельского поселка Шунга, стоящего на берегу Онежского озера. Кстати, скажу, что я был в этом поселке в том числе. Более того, у меня есть шунгит дробленый, но для настаивания воды. И если вас он интересует, то ссылку на него тоже оставлю под этим видео. Но вопрос, что лучше? Давайте разберемся. Действительно, такое упоминание о чудодейственной силе шунгита относится к самому началу 17 века и связано с именем царицы Марфы Ивановны, боярони Ксении Романовой. Будучи в изгнании, в Талвуйском погосте Занежье, бояриня была на грани смерти, а от постигшей ее припадочной болезни. Однако после неожиданного помилования, которое даровал ей Борис Годунов, местные крестьяне показали боярни целебный чудодейственный силы-источник, настойный на черном камне, водами которого сами исцелялись с незапамятных времен. Эта вода помогла боярине излечиться и родить сына. Семеро детей, которых она родила до ссылки, умерли еще в младенчестве, а новорожденный Михаил Федорович Романов стал основателем второй и последней царской династии, правящей в России. В память о боярине Ксении чудодейственный источник был назван «Царевен ключ», который вскоре был забыт, а водой его пользовались лишь немногочисленные жители ближайших деревень. О чудодействии живой воды вспомнили намного позже, спустя столетия. В 1714 году Петр I основал в здешних краях медеплавильное производство. Один из рабочих, страдавших тяжелой болезнью, обнаружил медную руду в ревболоте, откуда ее возили для завода, а сам рабочий исцелился из источника, который ему подсказали местные, всего за три дня. Узнав об этом, Петр велел исследовать источник, чьи воды протекали через залежи шунгита. Проведенные исследования показали, что вода имеет великую силу против малокровия цунги, водянки, болезни печени и многих других. Целебной водой лечили простых людей от самых различных заболеваний, и все их недуги бесследно проходили в течение двух-трех недель. Испытав на себе чудодейственную воду, Петр I отдает приказ построить рядом с источником дворец и организовать курорт, ставший первым российским курортом под названием Марциальные воды. Он существует и по сей день. Считается, что данное название, посвященное богу войны Марсу, курорт получил потому, что на водах изначально при Петре лечились раненые и больные солдаты. А узнав о уникальных антисептических свойствах камня, наделяющих воду великой силы Петр, приказал каждому из своих солдат носить кусочек шунгита. Правда, это название появилось позднее, в те времена он назывался Аспидным камнем в походных ранцах. Опуская в котелки с водой кусочки камня, солдаты получали свежую, но, главное, обеззараженную воду. Во многих исторических документах можно найти ссылку на этот факт, что император даже издал специальный указ, приписывающий солдатам пить только воду, продезинфицированную шунгитом. Данные документы свидетельствуют о том, что во времена Полтавской битвы, которая совпала с очень жарким летом 1709 года, водные источники, колодцы зацвели, и вода из них была небезопасна для здоровья. Документально зафиксирован тот факт, что в шведской армии были очень частые случаи желудочных отравлений, от которых страдал и сам шведский король Карл. В то же время в российской армии почти не было отмечено желудочных кишечных расстройств. Считается, что от массового недомогания армию спас именно Аспидный камень, которым пользовались солдаты и сам император. В 1717-19 годах изучением состава марциальных вод по поручению Петра I занимались лейб-медики Орецким и Блюментрост, признавшие воды полезными для лечения ряда заболеваний. Следствием этого стало издание Петром указов об открытии марциальных вод и правил докторских, как при оных водах поступать. В эти же годы была опубликована статья «Подлинные дознания о действии марциальной кончезерской воды», в котором содержится 9 кратких описаний заболеваний с их исходами после лечения марциальными водами. Это были первые медицинские свидетельства, то есть факты из лечения. В 20-х годах 18 века Петр I неоднократно лечился на марциальных водах. Для царя и его семьи на курорте были построены дворцы, которые, однако, быстро пришли в запустение после смерти императора. Прекратил свое существование и курорт марциальной воды. Официальный упадок курорта никак не повлиял на местных жителей, они продолжали пользоваться живительной водой его источников. Периодически возрастал интерес к ним и у ученых. Новую свою жизнь курорт получил уже в советское время, в 30-е годы. Благодаря деятельности Вишневского он организовал экспедицию по изучению марциальных вод, результаты которой подтвердили их уникальные лечебные свойства. Однако в то время восстановлению курорта в скором времени помешала война. И восстановление началось лишь в 60-е годы. Но еще в течение 30 лет, представляете, оставалась неизвестная природа лечебных свойств этой воды. То есть лечебного действия шунгита. И только развитие органической химии на стыке наук, биологии и химии помогло дать ответ на этот вопрос. Да, хочу вам сказать, что моя рубрика «Ответы на вопросы» теперь не будет выходить на этом канале. Она перенесена на канал, который так и называется «Здоровье и разум. Ответы на вопросы». Ссылку на этот канал я оставлю вам под этим видео. Ну а теперь о науке. В 1992 году в природном углеродном минерале шунгите были обнаружены природные фуллерены. В 1997 году Смолли, Керл и Крота получили Нобелевскую премию по химии за изучение молекул фуллеренов. Шунгит обязан своими целебными свойствами именно молекулам фуллерена, которые содержатся в нем в крайне малых количествах. Итак, огромное количество статей, ну ссылки на них, и прочую более подробную научную информацию я оставлю вам под этим видео. Вы можете поступить так. Зайдите по ссылке под этим видео на данный товар фуллеренов, а под ним будет краткое описание, а ниже, но чуть выше видео, будет активная ссылка, по которой вы можете зайти, там будут файлы. И вот их открывая, вы можете читать, изучать, и переходить по ссылкам, в том числе на научные статьи, и получите полнейшее представление и доказательство о лечебных свойствах фуллерена. Но сейчас я вам расскажу самую выжимку, самое важное и интересное. Слушайте. Пока только одна компания из США производит фуллеренол, водорастворимый фуллерен, который мы имеем счастье теперь предложить всем вам. Одним из наиболее перспективных водорастворимых производных фуллеренов с точки зрения применения в биомедицине и является фуллеренолы, то есть гидрокселированные фуллерены. Произвести их было чрезвычайно сложно. Десятки лет ученые над этим работали. Ну, попробуйте из алмаза условно или из графита сделать водорастворимую форму. Так вот, получилось. Этот фуллеренол является, помимо того, что он самый мощный антиоксидант на Земле, также он является мощнейшим антивирусным и еще антигрибковым препаратом. А как радикальная ловушка, ну, то есть ловушка для свободных радикалов, он может нейтрализовать одной своей молекулой, более 20 молекул свободных радикалов. Он показал в 100 раз большую эффективность, чем все другие известные антиоксиданты. Тесты фуллеренола на токсичность не выявили никаких отрицательных воздействий. Фуллеренол повышает устойчивость мембран клеток к повреждающим факторам, обладает радиопротекторными свойствами, за счет подавления избыточного уровня свободных радикалов, имеет онкопротекторную активность, обладает сильным и долговечным антигистаминным и противоаллергенным действиями, то есть способны работать как противовоспалительные агенты. Всего у фуллеренола 12 важнейших свойств. На основе исследований были оформлены декларации соответствия и паспорт безопасности. Это понятно. Подобранные методы синтеза и очистки фуллеренола исключают использование растворителей помимо дистиллированной воды. Даже в сверхмалых дозах фуллеренол проявляет широкий спектр биологического действия за счет структурирования вокруг себя воды и образования фуллеренводного кластера, обладающего уникальной антиоксидантной активностью. Так, фуллерены, как антиоксиданты в сотни раз выше, чем витамин С и Е. Более того, молекула любого антиоксиданта, ну, скажем, витамина С, хотя витамин С жизненно необходим. И поймите, ведь это же не просто антиоксидант, это биологически активное вещество, которое участвует в сотне химических реакций в организме. Поэтому, если будете спрашивать одно другое, не исключая принимать витамин С, там, получать его с пищи, или в виде липосомальной формы, как и другие антиоксиданты, дефицитные минералы и витамины иного рода необходимы. Но молекула любого антиоксиданта, эта штука одноразовая, сработала и ее нет. А молекулы фуллеренола нет, они многоразовы. Встретив свободный радикал, она модифицируется, образуя с ним безвредное соединение, которое выводится из организма. А вот на нейтрализацию одного свободного радикала идет обычно одна молекула антиоксиданта, любого. А молекула фуллерена действует иначе. Фуллереновый шарик имеет свойство собирать на своей поверхности свободные радикалы, которые довольно прочно прилипают к нему и, встречаясь на его поверхности, рекомбинируют, соединяясь друг с другом. А фуллерен остается сам собой, не меняясь, не уничтожаясь. Сводя свободные радикалы друг с другом, склеивая, фуллерен ускоряет их рекомбинацию и выведение в сотни раз. Как? Вот кто захочет научно подробно изучить, пожалуйста, по ссылкам я оставлю эту информацию. Исследования показывают, что водные комплексы фуллерена, фуллеренолы, поглощают патогенные штаммы и их токсины. При различных инфекционных заболеваниях, таких как острая дизентерия, сальмонеллез, вирусные гепатиты, брюшной тиф, лептоспироз, геморрагические лихорадки, орнитоз и прочие, связывая токсины микробного и эндогенного происхождения, продукт уменьшает нагрузку на органы детоксикации и экстрекции из организма, устраняет диарею при острокишечных заболеваниях, что очень важно для многих. Например, при таких заболеваниях, как ротовирусных гастроэнтеритах, холере, отравлениями стафилококковыми энтеротоксинами. Теперь при аллергиях. При аллергических состояниях терапевтическое действие комплекса обусловлено его способностью связывать пищевые аллергены, гистамин, серотонин, а также циркулирующие иммунные комплексы и бактериальные антигены, что приводит к усилению клеточного и гуморального иммунитета, к увеличению количества Т-лимфоцитов, снижению эозинофилов и уменьшению зуда, отека, крапивницы. Фуллеренол укорачивает время циркулирования в крови специфических антител и антигенов различных вирусов, снижает выраженность общих симптомов заболевания. Он уменьшает выброс гистамина, это вещество, которое вызывает патологические реакции при аллергии. Примерно, внимание, в 50 раз. Уменьшает в 50 раз. А также ослабляет действие трех десятков других веществ аналогичного действия. Поэтому, дорогие товарищи, вывод такой. Я говорил про 12 свойств. Я про антиоксидантные кое-что рассказал, про антивирусные кое-что рассказал, про антиаллергические сейчас пояснил. Это вам нужно, как вы полагаете? Я сейчас вам еще кое-что расскажу, но хочу наперед сказать следующее. Чтобы избежать эти вопросы, я знаю точно, что они будут и у кого-то Итак, первый вывод, который надо сделать сразу промежуточный, что настаивание воды на шунгите вещь хорошая. Но это примерно ну, одна тысячная от возможных позитивных следствий применения фуллеренола. Потому что концентрация там, во-первых, она выше бесконечно. А вы спросите, как же, ведь фуллерен-то водонерастворим из породы горной? Конечно. А знаете, как он действует в воде? Это просто переписывание информации на жидкий кристалл, на воду. Вот как воздействует так сказать, вещество вот это фуллерен на воду и через воду на организм. А фуллеренолы, то есть водная экстракция самого вещества, это воздействие ну, тысячекратно увеличенное. Поэтому вы можете купить у нас натуральный шунгит из шунги, из поселка Шунги из карьеров, измельченную до ну, кусочков по 5 миллиметров сантиметру. Ссылку на шунгит я вам оставлю и настаивать воду. Но вы можете приобрести вот этот самый концентрат, водный концентрат фуллеренол и, как говорится, использовать на все там 100 или, если хотите, 1000%. Кстати, достигнут еще такой интересный эффект от применения фуллеренола, это повышение работоспособности организма, улучшение памяти, внимания, общее улучшение самочувствия у всех людей, увеличение сопротивляемости организма к вредным воздействиям окружающей среды, особенно, дорогие товарищи, контрапогенным фактором воздействия всей химии вокруг нас на организм человека. Показания к применению масса, они подробно описаны по ссылке под товаром под этим видео. Совсем кратко лишь скажу, что данный препарат предназначен для борьбы с факторами старения и рекомендован для ежедневного приема в профилактических целях, а также симптоматически курсом при различных заболеваниях от аллергических до онкологических. Этот данный уникальный продукт обладает выраженными радиопротекторными, противовоспалительными, противовирусными и иными свойствами. Он не является лекарственным при огромном количестве всевозможных заболеваний. Его состав очень прост. Это питьевая вода и фуллеренол с формулой С60УH24. Применяется он ежедневно в профилактических целях. Перед применением надо интенсивно встряхнуть флакон. Общая дозировка 2 капли на 10 килограмм массы вашего тела. То есть, скажем, если вы весите 100 килограмм для простоты счета, то тогда вам надо 20 капель. Что дальше? Куда капать? На стакан воды не совсем. Нужное количество капель по вашей массе тела надо размешать в одном литре воды и употреблять эту воду в течение дня. Этот литр обязательно выпивайте в течение дня. Вы спросите, а можно эту воду перед питьем налить в прибор генератор водорода и свободных электронов ОВП и после генерации, чтобы вода уже и водородная еще к тому же была, пить можно? Я оставлю вам ссылки, о которых говорил. Помимо этого, ссылку на список литературы. И вот на какие интересные разделы. Например, фуллерены и их производные неизменно привлекают фуллеренолов при лечении опухолей, группа исследований, описывающих противовирусные свойства, радиозащитные свойства фуллеренолов, фуллерены в гепатобилиарной системе и поджелудочной железе и влияние фуллерена на мышцы и выносливость. Напишите, пожалуйста, под этим видео комментарии, оставьте обязательно. Напомню, что любые наши продукты, препараты, иные товары мы отправляем в любые города России и любые страны мира. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх. Подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео. Отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким. Поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.